Добрый день, уважаемые телезрители! Вас приветствует муниципальное телевидение города Янаула. Сегодня пятница, 2 сентября. Уважаемые телезрители, мы передаем обращение администрации города и района ко всему населению. Дорогие товарищи, администрация города и района обращается ко всему трудоспособному населению в тот момент и по той причине, что выращены огромными усилиями работников агропромышленного комплекса с большими затратами материальных ресурсов, денежных средств и другими издержками, урожай находится под угрозой прямой гибели. В результате непрекращающихся продолжительных ливневых дождей, а также из-за нерасторопности и недостаточной маневренности зеленого настроения в отдельных хозяйствах, уборочные работы слишком затянулись. На 1 сентября убрано 16 670 гектаров зерновых или 26,6% к общему объему. На 5 400 гектаров заскирдованы соломы, 5 900 гектаров вспахано зяби, посеяно 5 134 гектара озимы ржи. Эти цифры в ряде и в ряде хозяйств значительно ниже среднерайонных показателей, тем более лидирующих коллективов. Разница, к сожалению, колоссальна. Вызывает серьезную тревогу и то обстоятельство, что битва за урожай в нынешнем тяжелом году, равнозначенная с борьбой со стихийным бедствием, пока не находит должного понимания и ответственного подхода гражданской зрелости со стороны отдельных руководителей, специалистов, колхозников и рабочих совхозов. Уборочная страда, несмотря на все ее сложности, в ряде хозяйств не окружена всеобщей заботой, не чувствуются организующие и мобилизующие роли ряда местных администраций, сельских советов, профсоюзных организаций, других общественных формирований. В этот ответственнейший момент за судьбу урожая, определяющего наше дальнейшее благосостояние, мы призываем рабочих, колхозников, интеллигенцию района, пенсионеров, школьников, одним словом, все трудоспособное население принять активное участие и оказать посильную помощь в обеспечении слаженной работы всего уборочного конвейера, высоких темпов уборки и хлебозаготовок, создании хорошего задела под урожай следующего года. Нужно правильно распределить, максимально использовать все силы и средства, еще выше поднять творческую активность людей, развернуть среди них действенные соревнования. Высокий трудовой ритм зависит от высокопроизводительного использования машинно-тракторного парка, четкой работы на зернотоках, создания нормальных производственных и бытовых условий участникам жатвы, оперативной информационной службы на местах. Мы призываем коллективы промышленных предприятий, транспортных, строительных организаций оказать всяческую помощь своим подшифтным хозяйствам в ускорении осенних полевых работ техникой, специалистами, рабочей силой и так и далее. Вся деятельность сферы обслуживания работников культуры, здравоохранения, торговли должна быть перенесена на поля, зернотока, туда, где решается судьба урожая. Мы призываем многотысячный отряд школьников во главе с учительским корпусом немедленно подключиться к этому судьбоносному делу. Мы убедительно просим бывших комбайнеров, трактористов оказать помощь молодым ребятам своими советами, подсказкой научить их высокопроизводительно использовать технику. Мы убедительно просим ветеранов труда в меру своих сил и возможностей поработать хотя бы 2-3 часа на зернотоках, чтобы круглосуточно вести подработку зерна, вывозить его на хлебоприемные пункты, засыпать семена. Дорогие товарищи, уборка урожая – всенародное дело. В конечном итоге она зависит от самоотверженного высокопроизводительного и качественного труда. Каждого из нас в этой ответственнейшей компании есть где использовать свои способности и возможности трудиться без устали. Только тогда мы сумеем максимально без потерь собрать все выращенное, обеспечить безусловное выполнение государственного заказа по продаже зерна, другой сельскохозяйственной продукции, создать необходимый запас кормов для животных в общественном и индивидуальном секторе, засыпать семена, выделить хлеборабочим, колхозникам и служащим. Администрация города и района выражает твердую уверенность в том, что колхозники, рабочие совхозов, специалисты сельского хозяйства, все население района в сложившейся критической ситуации приложат максимум усилий и с честью справятся с этой задачей в небывало сложный год. Уважаемые телезрители, вы только что прослушали обращение администрации к населению города и района. Вчера вечером состоялось совещание в местной администрации, где участвовали руководители хозяйств, главы сельских администраций, директора школ, руководители обслуживающих предприятий, руководство местной администрации. Несмотря на трудное финансовое положение, перед началом уборки для хозяйств района были приобретены новые комбайны. Обслуживающие предприятия помогли запасными частями в ремонте техники. В достаточном количестве имеются горюще-смазочные материалы. Одним словом, для успешной работы все имеется. Конечно, обильные дожди усложняют ход уборки урожая. И хотя условия работы одинаковые, а результат разный, значит, корень зла нужно искать в другом. Посетив многие колхозы и совхозы, мы заметили следующие факты. Там, где работа идет в хорошем ритме, всех от малат до велика, будь он механизатором, водителем, учителем, врачом, школьником, пенсионером, руководителем беспокоит одно, вовремя убрать выращенный великим трудом урожай. Такое чувство, что даже атмосфера наколена до предела этим огромным всеобщим желанием. В тех хозяйствах, где работа идет слабо, везде бросаются глаза равнодушия, успокоенность. Техника разбросана, неорганизовано питание механизаторов. На такую работу двое-трое человек, никого, ничего не беспокоит. И такую разницу можно очутить, посетив два близлежащих села, относящихся к разным хозяйствам. И поэтому столь актуальным стало проведение этого совещания, где было принято обращение всему населению города и района. Только все вместе, сообща, не жалея сил, и днем, и ночью мы должны трудиться во имя хлеба. Время – хлеб. А теперь посмотрите, как помогают пенсионеры, учащиеся интеллигенции в колхозе Ленин-Юлы. Время – хлеб. Время – хлеб. Время – хлеб. С Игорь – хлеб. Нита у в этого часы раньше эти, воз nies�τέFreудаwith 19 2 000 и днем. Время – отстойко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok